Здравствуйте, приветствую всех, кто к нам сегодня подключился. Приветствую всех от лица информационного офиса «Беларусь в фокусе». У нас сегодня открытый онлайн-семинар для экспертов и журналистов «Устойчивость государственного долга Беларуси». И хочу передать слово модератору сегодняшнего семинара, Олесю Олегновичу, представителю по экономическим реформам Светланы Тихановской и вице-президенту Центра социально-экономических исследований КАСЭ «Беларусь». Олеси, the floor is yours, пожалуйста. Спасибо большое, я буду говорить по-русски, чтобы всем было понятно. Мы, Центр социально-экономических исследований КАСЭ «Беларусь» и российская экспертная группа «Европейский диалог», которая сегодня представлена в том числе Евгением Гондмахером, инициировали еще в декабре предыдущего года проведение такого цикла открытых семинаров с экспертами из Беларуси, из России на тему «Беларусско-российский экспертный диалог». Каждый месяц в декабре мы обсуждали в общем про отношения Беларуси и России. Сегодня мы немножко будем углубляться уже в конкретную тему, внешний, ну и внутренний тоже, госдолг Беларуси, его устойчивость. Большую часть этого госдолга финансирует Россия, поэтому для российской аудитории это тоже важный вопрос. И каждый месяц мы будем продолжать вот такие открытые дискуссии, мы приглашаем всех, и поэтому я очень рад, что многие подключились сегодня к нам. Мы постараемся тоже после каждого семинара высылать в пресс-релиз тем, кто зарегистрировался, и вешать это в интернете. Я перейду, представлю наших гостей. Сегодня с нами выступят четыре экономиста. Сперва с вступительными докладами выступят Дмитрий Круг и Владимир Ковалкин. Дмитрий Круг является старшим научным сотрудником Центра экономических исследований БИРОК белорусского фингтанка и членом экономической группы Координационного совета. Владимир Ковалкин является экономистом и руководителем проекта КОЖТ УРАДУ, которое специализируется под теми фискальной политики Беларуси. В дискуссии также примут участие российские экономисты. Это Сергей Алексашенко и Сергей Хистанов. Сергей Алексашенко в 90-е был заместителем министра финансов и заместителем председателя Банка России. В нулевые годы работал в крупнейших российских и международных компаниях в качестве топ-менеджера или члена совета директоров. Это такие компании, как Интерросс, Мэрилинч, Аэрофлот. Сегодня является соучредителем фонда Бориса Немцова за свободу и членом совета директоров фонда «Свободная Россия». Сергей Хистанов является советником по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер» и доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Прежде чем передать слово нашим участникам, я только вступитель на пару слов про ситуацию с госдолгом. Порядок еще у нас выступления будет такой, что каждый из спикеров будет иметь... Первые спикеры чуть-чуть больше, по 10 минут. Российские экономисты выступят до 7 минут. И потом мы перейдем к сессии вопросов и ответов, сперва включая те вопросы, которые вы задавали, когда регистрировались участники этой встречи. И потом будут тоже... Все участники, если есть вопросы, можно в чат их скидывать, я буду их озвучивать. Вступительная информация. Госдолг Беларуси на 1 декабря 2020 года, это самые свежие данные, которые у нас есть, достиг отметки 36,2% ВВП. Это почти 22 миллиарда долларов. С учетом госгарантий и долгов местных властей, этот госдолг приблизительно составляет 27 миллиардов долларов. То есть на конец этого года, 2020 года, то есть около 45-46% ВВП. На самом деле это кажется не такая крупная цифра, если сравнивать с другими странами. Но проблема в случае Беларуси является то, что, во-первых, этот госдолг в основном сформирован в иностранной валюте, почти 97%. Ну и, во-вторых, он достаточно дорогой. То есть, например, в проекте бюджета на 2021 год 11% всех республиканских издержек идет на платы по госдолгу, на служивание долга. Поэтому в ситуации, в которой уже последние 10 лет белорусская экономика находится в стагнации и в ближайшие годы это, скорее всего, не изменится, а уж точно это не изменится, если политический кризис не будет наконец-то решен, то госдолг является одновременно и барьером для экономического роста в Беларуси и одним из вызовов для экономической политики. И сегодня на эти вопросы мы постараемся дать ответ, а, по крайней мере, вместе про это подумаем. И я уже передаю слово первому из наших спикеров, Дмитрию. Дмитрий, пожалуйста. Добрый день всем. Спасибо, Олесь. Сейчас запущу свою презентацию. Виден мой экран, да? Ну, как видите, я свою презентацию назвал «Госдолг Беларуси. Трансформация из инструмента решения проблем в угрозу». Я вот, подведенный 10 минут, постараюсь донести основные тезисы, как накопился госдолг и почему, в каких ипостасях эта угроза сегодня. Значит, вначале краткий экскурс в историю, он важен. Как накапливался госдолг, два ключевые периода, если мы посмотрим на внешнюю составляющую госдолга в абсолютном угрожении. Первый период, оба вы видите объединены красными овалами, это период 10-го, начало 11-го года и второй период 16-17-го годов, когда происходили резкие усиления. Значит, с чем они были связаны? Десятый, но в более широком контексте 7-й и 11-й, это такая классическая ошибка, практика развивающихся стран, которые сделали ставку на фиксированный обменный курс. И очень значимая часть госдолга была накоплена в тот период. По большому счету, берусь утверждать, что многие наши сегодняшние проблемы, они еще корнями уходят именно в тот период, когда мы очень активно заимствовали. И тогда в Минфине достаточно много чиновников любили говорить о том, что наша обременность госдолга маленькая, поэтому не волнуясь о последствиях, мы спокойно можем его накапливать. То есть в тот период шло быстрое накопление для того, чтобы поддерживать такой привлекательный механизм роста, гарантированный, поддерживаемый в свою очередь фиксированным обменным курсом. А возникающий дефицит счета успущих операций, поддержание резерва, происходило именно за счет накопления госдолга. По географии, главным источником в тот период это были российские деньги межгосударственные кредиты России. Второй значимый период, когда произошел скачок госдолга, это после девальвации конца 2014-2015 года, очень существенно ухудшилась ситуация на финрынке, кроме того, пришлось погашать значительную часть кредитов от 2010-2011 года, и в 2016-2017 году мотивы заимствования уже несколько изменились. Надо было стабилизировать чрезмерно долларизированный финансовый рынок, то есть логика была такая, если у Нацбанка, у правительства в целом позиция внешняя более-менее стабильная и есть запас резервов, то это было стимулом для снижения долларизации депозитов. Плюс вторая задача, которая решалась в тот период, это расчистка балансов банковского сектора, там была масштабная операция, которую можно назвать БЛА, там госпредприятий, когда их кредиты фактически переходили на государство, выкупало их кредиты, давало взамен свои валютные облигации банка. Это тоже сыграло свою важную роль и внешние заимствования в этот период, которые подкрепляли вот эти внешние позиции, они уже были более диверсифицированы. На этот период перешелся основной фокус выпуска евробондов, привлекались средства уже не столько напрямую России, больше использовался механизм ЕФСР и также активно средства от Китая заимствовались в этот период. Ну, вот эта демонстрация связи с компонентой финансовой стабильности, значит, на что здесь хочу обратить внимание, фактически с 15-16 годов возникла вот эта прямая взаимосвязь госдолга как такого ядра центрального элемента в целом финансовой стабильности страны. Можете видеть, в 15-16 годах многие показатели, характеризующие чисто иностранные активы, устойчивость резервов, вижу с ним, они были в достаточно драматическом положении и именно госдолг, то есть наличие, возможность пополнять резервы, поддерживать финансовую стабильность на внутреннем рынке, они и во многом решались госдолги. И сегодня вот эта ипостась, вот эта функция госдолга, она по-прежнему сохраняется. Если, например, по каким-то причинам, как это было в августе, распродажи резервов для покрытия спроса внутреннего этих резервов становится немного, то госдолг, он по сути является таким самым эффективным и доступным инструментом для пополнения этих самых резервов. Отсюда постулирую важный тезис, госдолг в Беларуси, он играл немножко отличную роль, чем в большинстве стран, то есть это не столько было пополнение, финансирование дефицита бюджета, две его главные функции традиционные, это поддержка счета текущих операций, она уже ушла в небытие, но последствия ее мы имеем до сих пор. А самое главное, это поддержание финансовой стабильности, то есть привлечение управлением госдолгом, это своего рода такой оплот, центральное звено стабильности на финансовом рынке состояния золота валютных резервов страны. Ну, какая оборотная сторона медаль? То есть если до 2014 года госдолг, он рассматривался исключительно как инструмент для решения других проблем, то вот в этот период 15-16 годов, когда для решения этих самых проблем пришлось нарастить заимствование и повысить госдолг, госдолг стал становиться проблемой самой по себе. То есть вот здесь произошел первый этап трансформации из инструмента решения проблем на прочих фронтах в формирование нового проблемного фронта. Здесь мы на этом графике можем видеть обремененность госдолгом в расширенном определении, как она изменялась. И в 15-16 году на фоне а существенного обесценения рубля и проседания доллара в ВВП, б на фоне резкого скачка объема внешних заимствований происходит существенный рост долговой обременности. Плюс здесь играет важную роль то, что Олесь уже сказал, это один из ключевых аспектов для Беларуси, то, что наш госдолг практически полностью 97,5, почти 98 процентов, он номинирован в иностранной валюте. Соответственно, когда происходят шоки обменного курса, когда меняется, проседает доллары в ВВП, нагрузка на бюджет и по обслуживанию, по выплатам госдолга, она существенно возрастает. И это, само собой, становится дополнительным фактором торможения для динамики ВВП. Здесь хочу подчеркнуть важную техническую вещь. В случае Беларуси проблематичен не столько сам по себе объем госдолга, обремененность госдолга, она по, вернусь к предыдущему графику, по мировым меркам не столь велика, а то, что его валютное номинирование приводит к избыточной и часто непредсказуемо высокой нагрузке на бюджет. И из вот этой номинации в иностранной валюте следует еще одна проблема, проблема кассового разрыва, кассовая, я ее называю, кассовая проблема для бюджета, потому что, чтобы погашать выплаты в иностранной валюте, необходимо иметь, собственно, поступление в иностранной валюте. А их традиционно в белорусском бюджете не так много. Я чуть позже покажу для текущих, для 2020-2021 года эти графики. Значит, в результате 2016 год его можно назвать таким переломным для белорусского госдолга, когда он из инструмента решения прочих проблем начал актуализироваться в качестве проблемы самой по себе и принял такой самоподдерживающийся характер. Значит, что, какие элементы этого самоподдерживающего характера? Когда госдолг возрос, вот эта кассовая проблема нехватки собственных валютных источников бюджета, она стала актуальной. И для того, чтобы погашать госдолг, соответственно, если такое желание было, необходимо было залазить в ЗВР. Но тут мы помним предыдущую мою оговорку, что до этого госдолг как раз таки и накапливался, чтобы пополнять ЗВР, чтобы выполнять функцию своеобразного оплота стабильности на финансовом рынке. Соответственно, с 2016 года возникает постулат у Минфина, что, исходя из вот этой кассовой проблемы и с тесной связью с состоянием золотовалютных пределов и функцией оплота финансовой стабильности, госдолг необходимо рефинансировать. И с 2016 года Минфин официально говорит всегда о том, что исходим из того, что 75% предстоящих выплат по основному госдолгу будет постоянно рефинансироваться, а если в условиях фискальной хорошей конъюнктуры мы в состоянии что-то погасить на чистой основе, предел вот этого погашения на чистой основе 25% от суммы, приходящейся на год. То есть тем самым фактически в цифрах проблема становится постоянной. То есть мы не погашаем госдолг. Даже в те годы, когда у Минфина была такая возможность, памятая о том, что это негативно повлияет на состояние ЗВР и на состояние финансового рынка, они к этому не перебегали. То есть сохраняли вот эту самую опремененность госдолгом и фактически управление им свелось к тому, чтобы удлинить сроки заимствования и по возможности снизить стоимость. Ну и еще одна важная смежная проблема, которая возникает, что если у нас постоянная высокая становящаяся хроническая долговая опремененность в иностранной валюте, и я уже сказал, в этом случае мы очень чувствительны с точки зрения опремененности госдолгу к колебаниям обменного курса, это становится само по себе фактором боязни плавания. Известная болезнь, обычно она по другим причинам наступает, но в нашем случае боязнь плавания, несмотря на то, что с 2015 года у нас режим вроде как плавающий, но номинация госдолга в иностранной валюте и вот те функции, которые он выполняет, приводят к этой боязни. Что происходит в последние 20-го года, ну 19-20-го годы? Кассовая проблема, как я ее назвал, она нарастает. Отчасти вследствие российского налогового маневра, отчасти потому, что белорусская экономика тормозит и доходы не растут должным образом. То есть разрыв между собственной валютной выручкой бюджета, это на данном графике в левом столбце, здесь вы можете видеть разбивку по тем статьям в бюджете, куда средства приходят номинированные в иностранной валюте, а правый столбец – это суммарные выплаты по основному госдолгу и по процентам, по его обслуживанию. То есть вот этот разрыв, он растет. Здесь данные по плану, их пока по факту еще не опубликованы, на 2021 год, то, что в бюджете планировано, этот разрыв еще больше. Значит, соответственно, какая здесь возникает проблема? Что рефинансировать, чтобы не сталкиваться с нехваткой средств для выплат по госдолгу, рефинансировать госдолга надо все больше. Но позволить себе это все труднее, поскольку в 2020 году на политическом фоне возникает проблема доступа к этим заимствованиям. Фактически сейчас единственным доступным предитором является Россия, но в фокусе власти еще как-то пытаются держать Китай. Второе, то, что появляется, то, что, значит, если мы поддерживаем величину госдолга, если мы его рефинансируем и не погашаем, в предыдущие годы мы могли это себе позволить, потому что фискальная ситуация была в целом относительно приемлемая и бюджет верстался с профицитом. Соответственно, можно было изыскать какие-то средства. Но сейчас получается кассовая проблема и ухудшение общей конъюнктуры, она приводит к тому, что возникает своеобразная дилемма между поддержанием фискальной устойчивости, то есть если мы сохраняем высокий госдолг, это вылазит до дополнительных расходов бюджета и ставит под вопрос фискальную устойчивость. Вот эта дилемма нарастает. Ну и в результате в 2021 году сейчас проблема, которую мы получили еще с 2016 года, она значительно усугубляется. То есть фактически, это резюмирующий слайд уже у меня, мы получаем вызовы, связанные с госдолгом в трех ипостасиях. Значит, ну, наверное, здесь в любом порядке можно вот эти три пункта читать, я бы снизу, наверное, начал. То есть чтобы сохранять все как прежде, надо обеспечить постоянное рефинансирование госдолга, нужен доступ к заимствованиям. Но сегодня доступ к заимствованиям тесно переключен с политическим контекстом. Если доступа к заимствованиям нет, то в этом случае у нас появляется и актуализируется угроза финансовой стабильности, поскольку, как я упоминал, на госдолг завязано очень много и на возможность его обслуживания, поддержания и рефинансирования, по сути, завязана финансовая стабильность в целом в стране на всем финансовом рынке. И дополнительно отсюда возникает еще проблема тем, что проблемы или с рефинансированием, либо с избыточным уровнем госдолга, они начинают все больше влиять на текущую бюджетную политику и приводят к дополнительному дефициту бюджета и вынуждают либо ограничиваться расходы, либо вынуждают власти изыскивать дополнительные доходы. Значит, вот отсюда получается, что госдолг, он сегодня стал одним из центральных звеньев экономической повестки дня. Если раньше, до 2015 года, по сути, он рассматривался властями как такой постоянно доступный в распоряжении инструмент для решения прочих экономических проблем. Сегодня госдолг – это проблема сама по себе, от состояния которого зависит и фискальная устойчивость, и финансовая стабильность. И ясности с перспективами того, как мы будем управлять госдолгом вследствие политического контекста, а соответственно с перспективами финансовой и фискальной стабильности на сегодня не так много. Вот на этом и завершу. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. И передаю слово Владимиру. Владимир, пожалуйста. День добрый. Я сегодня буду без презентации. Буквально секунду. Готовлюсь. Надеюсь, меня слышно, да? Да. Супер. В двух словах о себе. Меня зовут Владимир Ковалкин. Я представляю проект «Косту Рада». Переведу на русский для русскоязычной публики. Это стоимость правительства. Если Дмитрий Круг – это аналитик-экономист, работающий в фабрике мыслей в Инктенке, то наш проект в большей степени занимается популяризацией государственных финансов и проблемой, связанной с государственными финансами. В том числе мы делаем бюджет для граждан и стараемся рассказать нашим гражданам очень просто о том, что происходит с нашими финансами. Чтобы не повторяться, я, наверное, попытаюсь объяснить также другие аспекты белорусского госдолга, в том числе связанные со внешней политикой. Но, тем не менее, пускай это будет и в третий раз, но я все-таки позволю себе напомнить две основные проблемы белорусского госдолга. Первое – это то, что он номинирован в иностранной валюте, и второе – это средняя процентная ставка по данным Минфина составляет 4,5%. А если мы говорим про облигации, которые очень любил в последние годы размещать Минфин на внешних рынках, то это 6%. Таким образом, соотношение госдолга к ВВП, хотя является относительно, допустим, европейских стран невысоким для Беларуси, тем не менее, высокая цена самого долга, она не позволяет наращивать этот госдолг. В то время как для европейских стран нормальным является ставка ниже 1%, для нас крайне дорого обслуживать госдолг при ставке 4,5% средней и при 6% по евробонту. теперь, наверное, значит, в 2021 году Республике Беларусь предстоит выплатить 3,1 миллиарда долларов. Из них на погашение пойдет 1,9% и 1,2% пойдет на обслуживание госдолга, за счет чего будет выплачен госдолг по планам Минфина в 2021 году. Рефинансирование должно составить 1 миллиард долларов из этих трех. Из этого 1 миллиарда это 775 миллионов внешние финансовые рынки, 200 миллионов внутренние. Какие внешние финансовые рынки предполагаются? 500 миллионов, судя по всему, будет засчитано за счет кредита российского, который был оговорен на встрече Лукашем Прискутином в Сочи. 31 декабря мы получили 500 миллионов. Первый транш 31 декабря 2020 года, очевидно, что оставшиеся 500 миллионов это вот те самые планы по рефинансированию за счет России. И 275 миллионов это облигации. Эти 200 миллионов это за счет просто внутреннего долга. Бюджетные расходы на обслуживание госдолга в 2021 году должны составить 3,1 миллиарда уже белорусских рублей. Можно довольно несложно пересчитать доллары. Если не изменять память, 255 заложен курс рубля к доллару в проект бюджета. Оставшаяся часть госдолга будет покрыта за счет сверхплановых заимствований, которые образовались в 2020 году. Это приблизительно 740 миллионов долларов. Итак, подводя итог, тем средствам, которыми располагает Минфин на оплату госдолга и его плана. Условно говоря, что у Минфина есть карманы. В кармане есть вот те сверхплановые заимствования и относительно можно утверждать, что есть деньги бюджетные, те, которые заложены в бюджете, в том случае, если резким образом не изменится курс белорусского рубля к долгу. Поскольку если курс изменится, то, соответственно, требуется гораздо больше белорусских рублей на то, чтобы обслужить был долг, поскольку придется покупать доллары. А мы с вами знаем, что госдолг в Беларуси более чем на 97% номинирован в долларах. Оставшаяся часть – это тот самый миллиард, который практически полностью зависит от России, от Кремля и от Путина. 500 миллионов до сих пор не получены. И, в общем-то, они могут стать предметом торгов между Лукашенко и Путина, кулуарного торга, скорее всего, которому сторонних наблюдателей не допустят и вряд ли позволят допустить какие-то инсайдерские утечки информации. Еще приблизительно 500, ну, чуть меньше чем 500, 475 миллионов предполагается получить за счет размещения облигаций. Можно предположить, что будут размещены облигации на внутреннем рынке и, допустим, в Губанке эти облигации выкупят. Что будут делать с внешними облигациями, до сих пор не ясно, поскольку Беларусь находится под санкциями, очевидно, санкции будут расширяться и в таких условиях реализовать и разместить эти облигации на внешних рынках на 275 миллионов будет сложно. Таким образом, из 3 миллиардов, которые необходимо рефинансировать, у страны есть приблизительно 740 миллионов резервов. Чуть больше миллиарда предполагается взять из госбюджета. Это будет возможно в том случае, если не произойдет резкой девальвации и существенно не изменится курс рубля к доллару. И миллиард – это то, что предполагается рефинансировать. И, по сути, источников рефинансирования, кроме как Россия, Кремль, Путин, у Лукашенко на данный момент нет. Это, что касается госдолга. Еще хотелось бы сказать пару слов про особенности белорусской экономики и про влияние долга госпредприятий, в том числе на госдолг. Почему я про это говорю? Потому что в Беларуси более около 50% ВВП создается на госпредприятиях, и это существенная часть. А поскольку в Беларуси до сих пор не разделено управление госсобственностью и владение госсобственностью, то по сути долги госпредприятий – это очень часто долги бюджетов в том или ином виде. Что касается долга наших флагманов в предприятии белорусской промышленности. За 2020 год они нарастили свои долги на 22%. Этот рост был во многом связан с изменением курса белорусского рубля к курсу доллара. В меньшей степени за счет непосредственного увеличения этого самого долга. Во многом это также было связано с тем, что Нацбанк после событий августа 2020 года начал зажимать рублевую массу, и кредиты стали настолько дороги, что их было крайне сложно получить и обслушивать. Из общей суммы в 95 миллиардов белорусских рублей – это общая задолженность флагманов белорусской промышленности по долгам, 2,5 миллиарда является проблемной задолженностью. Сумма выглядит достаточно маленькой, с одной стороны. С другой стороны, мы должны учитывать предысторию накопления этих долгов и разгребания этих долгов за счет выпуска облигаций. Как Дмитрий уже говорил, в 2016, 2017, 2018 годах происходил выпуск гособлигаций для того, чтобы проблемные обязательства государственных предприятий конвертировать в эти самые облигации. Так происходило с сельским хозяйством, так происходило с модернизированными предприятиями деревообработки и цементной отрасли. В связи с этим произошел резкий скачок роста долгов местных бюджетов. Практически все бюджеты областные, кроме Бреста, достигли максимальной отметки соотношения долга местного бюджета к региональному продукту. Таким образом, несмотря на то, что, как нам кажется, долги год предприятий остаются проблемные, долги невысокими, мы должны понимать, что те проблемные долги, которые были критическими, были конвертированы в долг местных органов власти через выпуск облигаций. Тут еще один важный момент возникает в том, что это не позволило улучшить финансовое состояние большинства этих предприятий. Если мы посмотрим на 2020 год, то по всем показателям финансовое положение госпредприятий ухудшилось. Вырос долг, снизилась прибыльность. И это очень сильно отразилось в том числе на республиканском бюджете, который недополучил значительные средства по налогу на прибыль. Точно так же на 2021 год предполагается снижение от налога на прибыль. Таким образом, то накопление госдолга, которое происходило в последние пять лет и разгребание проблемных долгов, оно не позволило улучшить финансовое состояние госпредприятий, вот этих самых флагманов советской промышленности. Проблемы не ушли, госдолг вырос. И это будет создавать дополнительное давление на госдолг республики Беларусь. Потому что чем дольше будут работать госпредприятия, тем больше они будут создавать долгов, а не прибылей. И 2021 год будет, очевидно, годом долгов. И еще что хочу сказать по госпредприятиям. Владимир, если можно, последняя реплика или последняя мысль? Да, вот самая последняя мысль. Это тоже нужно понимать. Особенности белорусской бухгалтерии в отношении госпредприятий. Это то, что указан президент, в нашей стране убытки, связанные с курсовыми разницами, можно перенести на доходы и убытки будущих периодов. Проще говоря, курсовые разницы, эффект от курсовых разниц от изменения белорусского рубля к доллару был перенесен на 2021 год и, возможно, будет перенесен на следующие годы. Поэтому, подводя общий итог, несмотря на то, что на цифрах положение госпредприятий может казаться не опасным, чем, де-факто, это все проблемные предприятия с большим количеством проблемных долгов, не решившие свои экономические проблемы, что, в свою очередь, создаст, безусловно, давление на госдолг. Все, спасибо. Спасибо, Владимир. Немножко так подсуммируючи, получается, мы и Дмитрий, и Владимир в основном фокусировались на цифрах на госдолги, но есть еще, они значительно меньше, но есть долги местных органов самоуправления, есть долги госгарантий, там на некоторых графиках у Дмитрия это было видно, есть долги государственного сектора или сектора госпредприятий, есть дефицит бюджета, то есть проблемы достаточно большие. В структуре госдолга, основного государственного долга, около 50% этого долга принадлежит России напрямую или косвенно через ЕФСР, Евразийский фонд стабилизации и развития. И поэтому интересно услышать мнение российских экономистов, как вы видите проблему госдолга в Белоруссии, как она выглядит в сравнении с Россией, где такой проблемы сейчас нет, но была тоже политическая проблема раньше с финансированием госдолга из-за санкций в том числе. Какой есть опыт у России, как вам видится проблема в Белоруссии, насколько Россия заинтересована по-прежнему поддерживать белорусскую экономику, в том числе финансовую? Передаю слово Сергею Алексашенко. Добрый день, спасибо большое за возможность у вас выступить. Я сразу хочу подчеркнуть, что я не являюсь крупным специалистом и вообще не являюсь специалистом по белорусской экономике, поэтому те цифры, те графики, которые я буду использовать, они, знаете, как вид с вертолета. Я сел на вертолет и пролетел, и посмотрел, как будто бы я первый раз столкнулся с такой экономикой, как Беларусь, и посмотрел, есть ли такая проблема или нет ее проблемы, насколько она тяжела. Не уверен, что имеет какой-либо смысл сравнивать ситуацию Белоруссии и России. Все-таки и объемы, и долго разные с точки зрения нагрузки на экономику, и, ну скажем, общеэкономическая ситуация России 90-х годов, она, конечно, была гораздо тяжелее, чем у Беларуси сегодня. Но, тем не менее, какие-то сравнения я позволю себе в ходе выступления привести. Я сейчас переключусь на презентацию, хорошо? Она не очень короткая, там четыре слайда у меня будет. Вот. Смотрите. Значит, на самом деле, вот если лететь на вертолете и смотреть на белорусскую экономику, то, в общем, ничего страшного не происходит. Объем госдолга составляет около 50% ВВП, что по современным понятиям, ну, не бог весть сколько. Да, мы понимаем хорошо, что, ну, там, Россия с ее 20% ВВП, она, конечно, ни в какое сравнение не идет, но общий уровень госдолга в странах Европейского Союза, он начинается, наверное, от отметки 50%, то есть примерно, где Беларусь, и дальше вверх, куда-то там, наверное, за 130, где находится Италия. Поэтому вот то, что доля внешнего долга, я понимаю, что это, наверное, не совсем корректное сравнение, валютный долг или внешний долг, да, ну, в общем, понятно, что он растет, потому что внутренний финансовый рынок не сильно развит, особо внутри страны деньги занять невозможно, но, тем не менее, обратите внимание, да, что за последние пять лет ситуация с госдолгом, она принципиально не ухудшилась, да, и понятно, что там вообще 2020 год, он для всех стран оказался сложным в связи с коронавирусом, но, тем не менее, вот пока, пока ситуация выглядит внешне достаточно устойчиво. Так, что у меня там дальше, как хочет идти. Вот, соответственно, на самом деле гораздо важнее, да, понять, ой, послушайте, как-то он, понять, насколько тяжело обслуживание госдолга для бюджета. И здесь, вот я показал два столбика, да, соответственно, синий столбик – это обслуживание госдолга как доля доходов и как доля расходов. И в Беларуси, я начал разбираться со статистикой, там, судя по всему, в бюджете, который показывает Министерство финансов, есть большая доля таких неденежных доходов, которые как-то не конвертируются, ну, какие-то такие, да. Но опять, смотрите, ситуация выглядит достаточно стабильно, и никакого резкого ухудшения ситуации за последние годы не происходит. Фиолетовая линия такая наклонная – это общие доходы бюджета как проценты ВВП, да, она выглядит, конечно, не сильно красиво. Но опять, если мы уберем 2020 год и вот это вот все последствия, связанные с ковидом, то, наверное, нужно признать, что ситуация не такая уж и тяжелая. Сравнение. Смотрите, вот здесь две такие карты мира, что называется, да, и мы видим, что, да, конечно, Беларусь, она… Смотри, с кем сравнивать. Ну, если мы посмотрим на Латинскую Америку, где уровень расходов, уровень обслуживания долга, как доля расходов, она вообще туда зашкаливает за, там, 20%, ближе, там, между 15 и 20%, туда же относятся США, но с которыми тоже, наверное, сравнивать несколько бессмысленно, да, то, в принципе, на уровень, вот мы отбрасываем Латинскую Америку, мы не хотим попадать в это состояние постоянной неустойчивости, дефолтов там одного за другим, вот, вот, и смотрим на Европу. С точки зрения даже Европы, в общем, тоже ситуации не выглядят, бог весть, как плохой, потому что рядом есть Украина, у которых расходы на обслуживание госдолга больше, не говоря уже там о Южной Европе, Турции, Испании, Италии, Греции, где, в общем, традиционно проблема госдолга велика. То есть, и даже, вот, я посмотрел страны СНГ, да, вот те, которые, ну, что называется, те страны, которые находятся между Россией и Евросоюзом, то, в общем, тоже как-то вот Беларусь, я бы не сказал, что она выглядит принципиально хуже, да, мы видим, что есть Армения, у которой ситуация, к сожалению, данные ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития, и они кончаются 2018 годом, поэтому там что дальше, я уже не вижу. В Армении явно ухудшалась ситуация, у Украины она улучшалась, ну, а все остальные страны, они как-то вот колебались в таком диапазоне достаточно устойчивом. Хочу сразу сказать, да, что вот из всех этих стран, которые мы здесь смотрим, вот страны СНГ, ну, по большому счету, долговой кризис был только у Украины, которая в 2015-16 годах должна была провести массированную реструктуризацию госдолга, но нужно хорошо помнить, что это было связано одновременно с военной агрессией России, с тем, что Украина потеряла 20% своей экономики. Да, но после этого, вот даже там 2016-2017 год, расходы на, процентные расходы по обслуживанию долга на уровне 15-16% от общей суммы расходов, да, тяжело, да, неприятно, да, болезненно, но тем не менее нужно хорошо понимать, что это не является какой-то такой критической нагрузкой для бюджета, которую бюджет не может выдержать. Что является действительно серьезной проблемой? Это даже, я бы сказал, не столько зависимость госдолга от России, ну да, конечно, там нехорошо, когда у тебя кредитор является единственным, а это то, что Россия долгие годы подпитывала экономику Беларусь, и вот слева есть три графика, которые я взял из доклада МВФ, и вы можете увидеть, что там постоянно, там он заканчивается опять-таки с шестнадцатым годом, к сожалению, более последних там свежей информации МВФ не предоставил, ну, как не предоставил, мы по крайней мере не видим ее, вот, и мы видим, что подпитка беларусской экономики, ну, вообще-то говоря, это примерно там около пяти процентов ВВП в разных формах, которые беларусская экономика получала. И нужно хорошо понимать, что вот эти деньги, которые приходили в Беларусь, сколько их сейчас приходит, мы там не понимаем, но скорее всего какие-то деньги еще продолжают приходить, то это все сильно искажает проблемы, внутреннее равновесие, да, такое искаженное экономическое равновесие. И дальше вот это вот есть опять-таки табличка из доклада МВФ, мы видим, что нефтяной маневр в России, который будет продолжаться до 2023 года, это будет такое вот последовательное давление, то есть понятно, что он делается не для того, чтобы давить на Беларусь, на бюджетный платежный баланс, но тем не менее негативное давление на и платежный баланс, и на бюджет Беларуси будет продолжаться. То есть бюджет Беларуси будет терять более 1% ВВП своих доходов ежегодно, и платежный баланс будет терять там почти 4% ВВП в последние два года. Это, в общем, на самом деле достаточно серьезная нагрузка. И в этой связи нужно четко понимать, что вот это и есть, наверное, ключевая проблема для беларусской экономики. То, что в ближайшие годы, даже не столько, там, 21-й, но уже 22-й, 23-й год, это и будет резкое обострение проблемы государственного долга. И оно будет связано с тем, что в России будет завершать нефтяной маневр, и, видимо, в этот момент следует ожидать, что вот все разные другие формы поддержки Беларуси российскими денежными потоками, так и будем называть это там экспортные пошлины, цены на нефть, на газ, они иссякнут. И вот в этот момент беларусь, беларусская экономика, конечно, столкнется с очень серьезным вызовом, и козыри, я не случайно написал, да, я считаю, что все козыри находятся в руках Кремля, в руках Москвы, и, конечно, здесь Кремль, безусловно, будет требовать от Беларуси политической лояльности, военной лояльности, ну и не знаю, чего еще. То есть вот как этому сопротивляться, говорить очень тяжело. Единственное, вот я хотел бы такое маленькое, наверное, все-таки замечание сделать, мне кажется, что вот то, о чем говорил Дмитрий, то, что называл он кассовая проблема бюджета, что у бюджета может не хватать валютных доходов, и для этого ему нужно залезать там, идти в Нацбанк и просить валюту покупать. Ну, вообще-то говоря, в нормальной экономике, в равновесной экономике это не является большой проблемой, да, то есть, в принципе, и в России в разные этапы были такие промежутки времени, да, когда Минфин приходил с рублями и покупал у Центрального банка валюту. И во многих других странах это тоже считается нормальным явлением. Поэтому вот если экономика развивается нормально, если платежный баланс находится в устойчивом состоянии, то кассовая проблема, она, ну, вообще-то говоря, никакого особого давления на ситуацию не оказывает. В один месяц ситуация складывается одним образом, в другой другим, но это вот точно совершенно самая маленькая из всех проблем, которые нужно обсуждать. Ну, вот, собственно, и завершая, да, я хочу повторить, что вот внешне, что называется, с вертолета на сегодня проблема внешнего долга, проблема госдолга Беларуси мне не представляется серьезной. То есть, она серьезная, но не настолько, чтобы кричать в караул и говорить, давайте срочно проводить ее реструктуризацию или принимать какую-то программу. Если экономика будет расти устойчивыми темпами, да, то, в общем, эта проблема как-то, ну, совершенно спокойно бюджет ее будет решать. Но ближайшие годы, вот даже самые ближайшие, там, 22-23-е, это резкое обострение ситуации. И козырь в руках Москвы. Спасибо большое. Спасибо большое за ваш комментарий. Да, действительно, мы, наверное, еще вернемся после последнего выступления к этому вопросу, в смысле нефтяной маневр в России и то, как выглядит сейчас экономика белорусской. Все-таки, допустим, прогнозы на рост белорусской экономики на 2021 год Всемирный банк показывал, если я не ошибаюсь, минус 2,7%. Плюс добавим к этому десятилетнюю стагнацию, отсутствие нефтяного гранта для Беларуси в будущем. И все-таки проблема госдолга, она может стать серьезной. Передаю слово Сергею Хистанову, поделитесь вашим мнением. Я тоже хочу включить это брожение экрана. Видно презентацию, да? Да, мы видим. Я буду краток, поскольку часть предыдущих докладчиков так или иначе затронули те темы, которые я тоже хотел упомянуть, поэтому я часть слайдов пролистаю быстро, не останавливаясь на них. Но я хотел бы акцентировать внимание на несколько, на некоторые обстоятельства, на некоторые закономерности, которые просматриваются, и на их последствия. На мой взгляд, большая ошибка, которая была допущена в прошлом, которая создает сейчас ситуацию достаточно близкую к цукцвангу, применительно к анализу того, что делать с госдолгом. Это то, что на фоне стабильно отрицательного торгового баланса, который очень много лет был отрицательным, некоторое время пытались поддерживать постоянный валютный курс. Вот эти вот длительные периоды поддержания постоянного валютного курса, они, соответственно, достаточно разрушительны. И при стабильно отрицательном торговом балансе сама идея наращивать внешний долг в иностранной валюте тоже создает определенную бомбу замедленного действия. На этом фоне любые решения, которые будут приниматься сейчас, они будут нести в себе достаточно большие риски. Поскольку доходность по облигациям, которая озвучена была первым докладчиком, она приближается к 7%, что, в общем-то, для валютных облигаций эта ситуация… Ну, это очень высокая доходность, которая говорит о том, что устойчивость вот подобного рода валютного долга достаточно невелика. То есть, если возможность внешнего финансирования по каким-то причинам исчезнет, то большой вопрос, удастся ли справиться с выплатами. Вот такая ситуация делает довольно вероятной, причем не в текущем моменте. В текущем моменте, действительно, вот и Сергей Алексашенко правильно оцентировал внимание, в общем-то, ситуация выглядит неплохо. То есть, на горизонте год-два вряд ли ресурсов, которые имеются, даже тех же ЗВР, достаточно для того, чтобы не допустить какой-то катастрофы. Но с учетом того, что значительная доля белорусского госдолга сосредоточена в руках одного держателя, с учетом того, что существует очень высокая корреляция динамики, то есть не абсолютных цифр, а вот роста и падения, динамика российского и белорусского ВВП при всей разности экономик, при всей разности масштаба, довольно похожа. Соответственно, если будут проблемы в российской экономике из-за такой высокой корреляции, очень высока вероятность того, что проблемы будут и в России, и в Белоруссии примерно в одно и то же время. Ну и, соответственно, легко догадаться, что готовность вот в случае, если российская экономика столкнется с заметными трудностями, финансировать еще и экономику Белоруссии, вот эта вот готовность, скорее всего, может сильно пострадать. Поэтому, на мой взгляд, первопричина проблем в том, что вот в давние годы очень долго удерживался валютный курс и, опять-таки, некорректно сравнивать современную белорусскую экономику и, допустим, экономику России периода там 94-98-х годов, слишком натянутая сравнение. Но мне кажется, что в свое время, вот где-нибудь там в 2008 году, возможно, дефолт был бы меньшим злом. Потому что, вот вспоминая последствия российского дефолта, то можно отметить, что многие отрасли, сектора российской экономики поднялись в результате дефолта, в результате очень большой девальвации. И, как ни странно, вот такой способ радикального снижения долговой нагрузки, применительно к России, имел довольно большие положительные последствия. Поэтому мне кажется, что в каком-то среднесрочном будущем, вот если с какими-то экономическими проблемами столкнется российская экономика, то, в общем-то, в качестве одного из сценариев, сценарий дефолта, вполне разумно рассматривать как достаточно вероятный. Кстати, любопытно, что вот эта вот ошибка, длительное поддержание постоянного обменного курса, она вообще характерна для стран постсоветского пространства. Вот точно такую же ошибку, может быть, немножко в другие годы, в общем-то, совершил и Национальный банк Украины. То есть вовремя перейти к плавающему курсу, это было бы гораздо более позитивно. Скорее всего, это бы заметно улучшило торговые и платежные балансы. Ну и вообще, вот наличие плавающего свободного валютного курса, это довольно сильный фактор стабилизации многих показателей. Вот. И в тех условиях, возможно, и не потребовалось бы такое большое наращивание госдолга. А сейчас, поскольку, в общем-то, эта ошибка была совершена достаточно давно, ситуация патовая. То есть, с одной стороны, без нормализации торгового платежного баланса трудно говорить о росте международных резервов, вот, накапливать их достаточно проблематично. Соответственно, надежды заметно снизить долговую нагрузку и все, что с этим связано, в ближайшее время не просматривается. Поскольку даже оптимистичный сценарий подразумевает, что и российская, и белорусская экономика в лучшем случае, в случае успеха массовой вакцинации, испытают какой-то небольшой восстановительный рост, достаточно небольшой. Как только он прекратится, но дальше базовый сценарий стагнация, пресловутая, в кавычках, около нуля. Вот, наверное, если коротко взгляд, ну, даже, наверное, выше вертолета с высоты, там, не знаю, стратегического разведчика. Спасибо большое, Сергей. Таким образом, приступаем к вопросам к спикерам. Я задам сперва вот один уточняющий вопрос, который только что задал Стислав Афанасьев из высшей школы экономики. Это, наверное, вопрос ближе к Дмитрию. Дмитрий, какова структура госдолга в разделении на внешний и внутренний госдолг? Если именно госдолг, то есть без гарантии, 80 на 20 будет. С гарантиями там чуть-чуть откорректируется соотношение. 80% это внешний долг, 20%. Олесь, можно я еще прошу краткую реплику? Хочу отреагировать, это очень важно на то, что Сергей Александрович говорил. Конечно. По поводу вот этой кассовой проблемы. Постараюсь еще раз донести, это очень важно, это все-таки проблема. У вас, Сергей, была важная оговорка в нормальной экономике. То есть я здесь без подколки, в чем ненормальность? Ненормальность в нашей ситуации, огромная финансовая долгализация, то есть 70% депозитов в нашей банковской системе в иностранной валюте и огромное количество долгов, то есть кредитная сторона баланса тоже в иностранной валюте. И вот эта долгализация, она очень чувствительна к конъюнтуре финансового рынка, к состоянию золота валютных резервов. И как здесь разные, казалось бы, проблемы объединяются. Вот если, значит, смотрите в порядку. Если у Минфина есть желание погашать госдолг и есть ресурсы погашать валютный госдолг, он мог бы это сделать, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Но в этом случае это будет снижение золотовалютных резервов, которое само по себе приведет к дополнительному желанию держать депозиты в иностранной валюте. И это подстегнет обесценение курса и устойчивость долгов в иностранной валюте. Поэтому последние несколько лет, но вот процитирую в прошлом году на конференции начальных управления госдолга, как он говорил, мы бы хотели, он про 18-го, он даже говорит, погасить на миллиард больше долгов, чем хотели. Но Нацбанк нам, по сути, это запретил, поскольку это бы ухудшило состояние золота валютных резервов. И у нас здесь получается, что проблема госдолга, она перетекает, вот то, что я попытался донести, в устойчивость его финансового рынка. То есть у нас госдолг, он не столько важен в контексте именно дефицита бюджета для его финансирования, он скорее в первую очередь важен в последние годы был в контексте финансовой стабильности. И вот эта кассовая проблема, она чрезвычайно важна, поскольку Минфин не имеет свободы маневров в управлении госдолгом. То есть да, вроде депозитов достаточно, чтобы погасить, но сделать этого, ну технически можно, но позволить себе это сложно, поскольку это станет таким триггером финансовой дестабилизации. Вот в этом проблема. Если бы кассовой проблемы не было, вопроса не было. За счет текущих доходов бюджета, если бы погашалось валютных доходов бюджета, погашались выплаты, проблемы не было. То есть вообще эта проблема, я с вами согласен, техническая, но в нашем случае она очень важна. Спасибо, Дмитрий. И следующий вопрос, наверное, это и к Дмитрию, и к Владимиру. Разные люди задавали этот вопрос в анкете. Какой есть порог, критичный порог госдолга в Беларуси, если это можно определить приблизительно, может, мы его уже достигли. Вот то, что я называл в самом начале, что если посчитать госдолг, долг местных органов властей, гарантированный долг, который может превратиться в долг уже государственный, и он составляет 45% ВВП, это уже критично или еще есть запас прочности, как говорил и Сергей Алексашенко, и Сергей Хистанов, как вы считаете? Вопрос к Дмитрию и Владимиру. Ну, давайте я кратко начну. Значит, смотрите, еще раз, вот мое заключение было презентацией, что у нас госдолг важен в трех ипостасях. Ну, две самые главные, это влияние на фискальную устойчивость и темпы роста ВВП, это традиционное для всех стран. Но более важное в контексте финансовой стабильности, на что абсолютно верно другие спикеры обратили внимание, с точки зрения торможения ВВП у нас не такая большая проблема. То есть у нас далеко, мы, нам еще до верхних пределов, там таких общеперенятых 60-70-80% от ВВП, и в принципе нагрузка на бюджет, да, она чувствительна, но она нельзя ее называть критичной. А вот с точки зрения угрозы финансовой стабильности, здесь вопрос госдолга, здесь четко провести какую-то количественную границу не возьмусь, потому что это очень сильно связано с состоянием финрымка. И, допустим, сейчас вот за последние полгода из системы ушло банковское, я имею в виду, 1,6 миллиарда долларов, то есть они грубо ушли, говоря людям, под подушку. И в этой ситуации госдолг, он более важен для обеспечения финансовой стабильности. Поэтому невозможность его рефинансировать, допустим, если будет продолжаться тренд оттока депозитов и недостатка ликвидности валютной в банковской системе, проблемы с рефинансированием госдолга, даже на, казалось бы, незначительные суммы, могут стать серьезным катализатором и триггером для финансовой дестабилизации. Вот это первая очередная проблема. А в таком более общепринятом контексте, с точки зрения влияния на ВВП, ну да, у нас запас прочности определенный есть. Я тебе добавлю, я абсолютно согласен с Дмитрием. Основная проблема – это кассовая проблема. Белорусская экономика и, в частности, финансовая система на данный момент живет то, что называется колес. И, соответственно, любой кассовый разрыв будет означать шок. Помимо этого, мы должны учитывать и политический момент, который заключается в очень серьезном внутриполитическом кризисе, связанном с выборами, и длящимся кризисом, и с протестами. Любой даже незначительный намек на проблемы с кассовым разрывом будет вызывать ажиотаж среди людей, ажиотаж среди населения, желание выводить вклады в доллары. Сначала, условно говоря, рублевые вклады переводить в доллары по возможности, даже с потерями, а дальше их пытаться снимать в банк. То есть вот эта кассовая проблема, она чрезвычайно важна, и это первая проблема, а не проблема соотношения госдолга к ВВП. Теперь пару слов про соотношение госдолга к ВВП. Это тот показатель, который все смотрят, это очень важный показатель. Кроме этого показателя, мы при сравнении стран должны также учитывать стоимость госдолга. Если у нас при соотношении госдолга 35-36%, а средняя ставка 4,5%, то это означает, что нам в 4,5 раза дороже обслуживать госдолг, нежели тем странам, которые имеют один процент. И в этом смысле просто, ну, как бы, так, наверное, делать нельзя, но если вы считаете в уме, просто умножайте на 4 эту планку, и вы получите условную закредитованность, как у Италии, например. И это вот второй важный момент. Вот, наверное, на этом я закончу с вами. Спасибо. Я тогда перейду к вопросам к нашим российским коллегам. Были, поступили вопросы в анкетах, о том, насколько, насколько велика возможность, шансы выпустить белорусскому министерству финансов облигации на российском фондовом рынке. То есть, ну, занять не конкретно у государства, а занять у финансовых, у инвесторов. Белорусские министерства финансов это уже делали и в 2000 году, и раньше, в принципе, но вот в условиях сегодняшней экономической, политической ситуации это по-прежнему реально, как вы считаете? Ну, смотрите, если мы говорим о рыночном спросе, да, если мы говорим только о рыночных факторах, если Минфин Беларуси выйдет на российский рынок и предложит свои валютные облигации с какой-то доходностью, то, конечно, они будут восприняты и куплены. Потому что я думаю, если посмотреть на список, на перечень держателей белорусских евробандов, которые выпускались годы 2-3 назад, по-моему, в большом количестве, я думаю, что там российских инвесторов достаточно много, тем более, что доходности в российских банках по валютным депозитам сейчас упали практически до европейских уровней, до нуля. Богатых россиян, у которых есть большое количество валютных сбережений, их много, и они все думают о том, что же с ними делать. Другое дело, что помимо чисто рыночных ограничений есть еще административные ограничения. Захочет ли Кремль пустить белорусский Минхин на российский рынок, или он будет использовать это как инструмент давления, инструмент торга, инструмент выстраивания лояльности. Мне кажется, что это гораздо важнее. Потому что, как и многое в России, без прямого разрешения Кремля сделать это не получится. Спасибо. Сергей, вы тоже хотели сказать что-то. Технически это вполне возможно. Если это произойдет, то та ставка, которая установится на рынке, сама по себе будет очень интересным индикатором. Вот в частности, вот если это действительно произойдет, я просто всем, кто интересуется, очень советую наблюдать за доходностью к погашению. И возможно, вот есть опять-таки предположение, если действительно вот это произойдет, колебания кривой доходности будут иметь сильную корреляцию с разного рода политическими событиями. Поэтому, может быть, это в будущем будет даже определенным кейсом, который можно будет использовать для каких-то прогнозов, ну, в том числе даже политологического характера. Спасибо. Я продолжу эту тему, потому что это был следующий вопрос. Как вы считаете, российское руководство продолжит финансировать белорусские власти в этом году, в 2021? Универсальный ответ, скорее всего, да. Просто чаще всего единые же установившиеся тенденции имеют свойство продолжаться. Но нюансов очень много, поскольку вопрос явно не экономического характера и факторы, которые на него влияют тоже, то, конечно, знаков вопроса очень много. И мне кажется, главный знак вопроса, в числе прочего, и уже вот-вот событие, которое вот-вот свершится, это приход новой администрации в США, формирование новых позиций по развитию санкционного процесса. И мне кажется, что это будет занимать внимание всех, кто принимает, в том числе, и такое решение, как минимум, там, ну, несколько месяцев еще. Вряд ли до этого будут приниматься какие-то важные решения. Ну, вы знаете, я бы сказал так. Есть расхожая фраза, что мы согласны в компромисс, но на наших условиях. Сегодня вот в выступлении белорусских коллег часто звучала тема, что это политический процесс, политическое решение, политическое условие. Как и многое в российской экономике, в белорусской экономике, в украинской экономике, многое зависит от политиков. И поэтому технически, финансово и российский бюджет, и российский фондовый рынок могут оказать Белоруссии, ну, предоставить Белоруссии, скажем так, по масштабам белорусской экономики неограниченный объем денег. Другое дело, что это все станет результатом политических договоренностей. Поэтому, а вот предсказывать этот фактор, я думаю, что никто из нас сегодня не в состоянии. Спасибо. И вопрос к Дмитрию от Льва Львовского избирок. Учитывая то, что Россия, ну, остается, наверное, последним кредитором для белорусских властей, сколько минимально Российская Федерация должна рефинансировать долга в 2021 году, чтобы, ну, ситуация в экономике не усугубилась. Ну, вот, я думаю, тот самый миллиард, он как раз приблизительно равен кассовому разрыву на 2021 год. То есть, если не будет ухудшения по другим причинам на финансовом рынке ситуации, то вот такую замороженную ситуацию это сможет поддержать. Но если будет, это совсем другая качественная ситуация. Я только уточню, Дмитрий, один миллиард – это учитывая еще те полмиллиарда, которые должны поступить по там сочинским договоренностям, да? Ну, вот, да, именно про этот миллиард. То есть, полмиллиарда поступило, стоп, уже поступило, а, миллиард, там, получается, один пришел от ЕФСР, один, то есть, по сути, за оставшихся можно даже сказать тогда 500. То есть, практически осталось просто получить то, что в Сочи… Несколько… То есть, если ситуация останется замороженной на внутреннем рынке, то этого будет плюс-минус достаточно. Вот если, на мой взгляд, ключевая угроза, будет ли продолжаться отток депозитов? Если он продолжится, то понадобится, по сути, средство, чтобы перекрыть этот отток депозитов. Продолжится ли он? У меня ответа нет. Это скорее вопрос. Если можно, вот в этом контексте российским спикерам хотел бы задать вопрос. Еще одним инструментом, важным в предыдущие годы и сейчас для Беларуси является средства, которые дочки российских банков сюда заводят и в том числе приобретают госдолб. То есть, это в первую очередь дочки Сбера, Веба и… Какой у нас третий? Газпром, Альфа. Вот на ваш взгляд, их решение относительно руководства менеджмента этих банков, относительно ввода денег в свои дочки и в том числе дальше уже там кредитование или приобретение белорусских облигаций, оно экономическое или политическое. Насколько они свободны в своих решениях такого рода? Ну, смотрите, я не знаю объема таких инвестиций, но так интуитивно я бы сказал так. Если речь идет о десятках миллионов долларов, то, конечно, это коммерческое решение банков. Если речь идет о сотнях миллионов, то это политическое решение Кремля. Я бы еще добавил, что из перечисленных банков особняком стоит Альфа-банк, где решения явно будут приниматься на основе чисто коммерческих соображений. И совершенно отдельно стоит рассматривать госбанки, которые явно прислушаются к тем руководящим советам, которые они могут получить от власти. Спасибо. Да, смотрю еще, какие вопросы у нас остались нераскрытыми. Вопрос. Я зачитаю. Россия простила свои долги многим странам. Насколько вероятно, что Россия простит долг Беларуси, ведь Беларусь гораздо более близкий союзник России, чем те страны, которым Россия простила долги, например, странам Африки. Я, наверное, еще добавлю, что те долги, которые были прощены, это, скорее всего, меньше по сумме, чем долги Беларуси перед Россией, потому что наша задолженность это где-то порядка 10 миллиардов долларов. Это долги напрямую российскому правительству и в ЕФСР. На самом деле Россия простила странам Африки и Азии, я думаю, миллиардов 70-80 с учетом Кубы. Поэтому это существенно больше, чем долг Беларуси перед Россией. Но нужно хорошо понимать, что основная масса этих долгов – это военные долги, долги за поставки вооружения. В нашем случае, я думаю, что все-таки здесь такой компонента нет. А второе, что практически все страны, которым Россия списывала долг, или большинство из них, они находились экономически в гораздо более тяжелом состоянии, чем Беларусь. И они участвовали в переговорах в рамках Парижского клуба. То есть Россия, решив проблему своего долга, подписав окончательное соглашение с Парижским клубом, Россия в этом же клубе села на сторону кредиторов и стала участвовать в общих решениях. И поэтому, опять-таки, какая-то достаточно большая часть долгов списывалась в рамках общеполитического решения «семерки», «восьмерки» Парижского клуба, с которым Россия по определению должна была соглашаться. Честно говоря, я опять вот, глядя как бы из Кремля или из Ильинки, из здания Министерства финансов, вот в нынешнем состоянии я не вижу оснований, почему Россия должна списывать госдолг в Беларуси. Я не знаю графика погашения, насколько он тяжелый, насколько он равномерный. Может быть, речь может идти о какой-то такой мягкой реструктуризации, чтобы не было никаких пиков, но списывать долг в нынешнем состоянии, мне кажется, что Беларусь на это рассчитывать не может. Абсолютно согласен. Те долги, которые списывала Россия, это были действительно безнадежные долги, стран, у которых финансовое положение на порядок хуже было, чем у современной Беларуси. Если действительно конъюнктура заметно ухудшится, то мне кажется, более реальный сценарий – это действительно какая-то реструктуризация, сдвиг по времени увеличения дюрации, введение каких-то период моратория на погашение временных. Вот этот сценарий более вероятен. И если уместно проводить такую широкую историческую аналогию, то в конце концов Россия это погасило долги царской Российской империи спустя очень большой промежуток времени. Отдельная песня, индексация этого долга. Но тем не менее, мне кажется, что всерьез рассматривать именно списание никоим образом. Спасибо большое. Осталось буквально пару вопросов. Часть из них мы уже ответили. Вот был такой вопрос в связи с экономической ситуацией в Беларуси. Реально ли банкротство государства? Ну, я думаю, мы тут ответили, что, скорее, пока еще речи об этом не идет. Есть еще отдельный вопрос про прогнозы по финансированию частных компаний в условиях дефицита денежных средств и проблем с привлечением внешнего заимствования. Ну, то есть, если государство не может заимствовать за рубежом, то это создает и проблемы для частного сектора. Это вопрос, скорее, к белорусским экономистам. Как вы видите, тут может развиваться ситуация. Нужны ли вообще эти будут средства? Потому что инвестиции, как мы видим, сокращаются. Может, не так сильно, но, в принципе, есть сокращение инвестиций. Без доступа к международным финансовым рынкам. Будет ли проблема для частного сектора? Можно, Олесь, еще раз сформулировать? Хорошо. Да, я еще раз. Вот в связи с тем, что есть сложности в финансировании госдолга или с доступом до внешних заимствований, ну, евробонды, например, да, то не будет ли это тоже проблемой для выхода коммерческих организаций на внешние фондовые рынки? Ну, и нужны ли вообще эти деньги в данном случае, да, чтобы увеличивать инвестиции внутри Беларуси? То есть, будет эта проблема в ближайшее время или не будет? Ну, у нас не так много было случаев, когда подинвестиционные проекты наши компании заимствовали средства за рубежом. То есть, была известная история, когда Евроторг собирался проводить, а евробонды часто у нас вообще никто не размещал. Поэтому, как бы, качество, то есть, были бы шансы гипотетически, что могла бы ситуация меняться. То есть, да, многие компании заявляли о своих намерениях, либо, там, в перспективе выпускать евробонды, либо под инвестиционные цели кредиты получать в будущем. Но, вот, реалистичность таких планов, да, действительно влияет. Но, поскольку их по факту не было, то есть, эта ситуация не столь сильно изменит, лишь с позиции, что планам не суждено будет сбиться. А вот то, что реально кредитовались наши компании, там, если по памяти правильно помню, где-то 6,5 миллиардов задолженности не финансового сектора, это чаще всего такие подоборотки и сделки с импортом. Здесь, я думаю, проблем не возникнет, как кредитовались. То есть, там, белорусская компания закупает какое-нибудь оборудование за рубежом и кредитуется у иностранного банка. Эта схема, я думаю, как работала, так и будет работать. Спасибо. Владимир, хотите додать или следующий уже последний вопрос? Я, может быть, просто один небольшой такой нюанс от себя добавлю, по размещению евробондов как государственных, так и негосударственных. У нас там в планах разместить, по-моему, около 275 миллионов евробондов на 275 миллионов, ну, по крайней мере, внешние заимствования, и мы вот долго обсуждали про вариант найти эти деньги в России через размещение евробонда в России. Мы здесь забыли обсудить один очень важный аспект. Это аспект политический и аспект давления оппозиции, в том числе на иностранные государства и на крупные финансовые иностранные корпорации, в том, чтобы не покупали такие евробонды. Те российские компании, которые может быть, или те российские богатые люди, которые, может быть, захотят купить евробонды, размещенные белорусским правительством даже в России, могут теоретически попасть под санкции Запада. И это, в свою очередь, может очень сильно повлиять как на стоимость этих евробондов, так и, в принципе, на желание их покупать. Вот что я хотел бы от себя добавить. Спасибо, Владимир. И последний уже вопрос, и мы завершаем наше обсуждение. Он немножко повторялся уже в ходе нашей дискуссии, но немножко иначе сформулирован, поэтому вопрос к российским экономистам от Надежды Калининой. Неоднократно звучат фразы о том, что единственным потенциальным кредитором может выступать Россия, но так ли она готова финансировать Беларусь и давать в долг в условиях полной неопределенности. Ну, тут имеется в виду политическую неопределенность. Особенно учитывая, что в последние годы прямая и косвенная поддержка в разных формах сокращается. Это я уже от себя додаю, что это в том числе то, про что Сергей Алексашенко вы в своем комментарии тоже показывали, что в средней срочной перспективе вот этот нефтяной налоговый маневр в России, он тоже достаточно сильно ударит по Беларуси. Это не была причина введения этого маневра, чтобы наказать Беларусь. Но, тем не менее, вот в условиях такой неопределенности политической стоит ли ожидать поддержки для белорусских властей и со стороны России? Послушайте, Лукашенко, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Поэтому, если его нужно поддержать, мы его поддержим штыками, деньгами, нефтью, газом и чем еще только можно. Да, самое главное договориться, чтобы компромисс был на наших условиях. Поэтому я только повторюсь, что для России поддержка Беларуси, поддержка Донбасса, расходы на Крым – это все пока что еще величины малозначимые с точки зрения бюджетного порядка. Они не разрушают российский бюджет, они не разрушают российский платежный баланс. Это абсолютно политические расходы, которые Кремль готов нести. Поэтому, если Путин и Лукашенко о чем-то договорятся, то, конечно, финансовая поддержка в тех или иных объемах, она станет частью этой договоренности. Но, исходя из того, что происходило последние полтора-два года, наверное, в рамках экономической составляющей российско-белорусских переговоров, мне кажется, что позиция российского министра финансов Силуанова держать Беларусь на очень коротком поводке и давать по минимуму денег, она все-таки возобладала. Поэтому, знаете, будут давать ровно столько, чтобы белорусская экономика не крахнулась, финансовый рынок не рухнул. Но, условно говоря, на прирост валютных резервов за счет российских кредитов, наверное, рассчитывать уже не стоит. Спасибо большое. Сергей Хистанов, вы хотите еще? Практически Сергей Александрович сказал то же самое, что я думаю. Я подчеркну просто, что в масштабах российской экономики объем потребной помощи настолько мал, что с точки зрения нагрузки на российский бюджет, он совершенно несущественный. А дальше вопрос уходит из экономической плоскости сугубо в политический. Понятно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я завершаю наше обсуждение. Надеюсь, оно было интересным и для всех слушателей. Мы будем продолжать такие обсуждения с белорусскими и российскими экономистами ежемесячно. Так что оставайтесь с нами, мы будем высылать вам информацию про следующие встречи. Может быть, еще Евгений, вы хотели бы что-то дать, как один из соорганизаторов встречи? Ну, во-первых, спасибо всем докладчикам. Очень, мне кажется, интересно. Я сам не специалист по вопросу внешнего долга, но я вот хотел бы и Дмитрия, и Владимира поблагодарить и Сергеев, и Алексашенко, и Хистанова, что они согласились с вертолета взглянуть на ситуацию в Беларуси. Мне кажется, много интересного, потому что, я бы сказал так, одна из целей наших семинаров, я думаю, вот следующий у нас будет в конце февраля, далее, если мы подумаем, сообщим, это альтернатива. Все-таки, ну, я вот, мои коллеги, в России мы надеемся на смену власти, хотя Лукашенко там наш сукин сын, но мне кажется, что это вечно не будет. И тогда вот эти все проблемы, в том числе проблемы внешнего долга, взаимоотношений России и Беларуси, она выйдет на первый план. Надо будет выстраивать новую власть, какие-то новые отношения. Мы в прошлом раз говорили на семинаре о взаимоотношении наших экономик, мы очень крепко связаны друг с другом. Поэтому, мне кажется, это был очень полезный разговор, все, естественно, будет вывешено в интернете, да, вся эта запись. И спасибо, Олесь, спасибо вот Антону за то, что вообще у нас мы проявляем солидарность с пресс-клубом Белараши. Мы знаем сложную ситуацию, в которой коллеги находятся, да, это еще раз хочу сказать, что мы, в общем, желаем Антону, чтобы все хорошо закончилось у вас в Беларуси. Мы за это болеем. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...